Еще одну ужасную ночь пережили херсонцы. Россияне били по жилым кварталам города из разного вида оружия. Из-за прилета возникло 10 возгораний, 11 людей ранено, в том числе 9-месячный ребенок. По разным адресам горело 4 жилых дома, 3 хозяйственные постройки и автомобили, газораспределительные сети, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Среди госпитализированных 27-летняя девушка и ее 9-месячная дочь доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Контужен также 33-летний сотрудник Красного Креста. Под огнем был и город Станислав. Последствия удара России из градов выясняют. Нынешняя осень и зима будет рекордной по использованию россиянами шахедов против Украины. Только в сентябре РФ запустила около 500 беспилотников, говорит спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Проти дронов бороться нужно, потому что эта осень и зима, возможно, будет, ну не возможно, а точно уже она будет рекордной по количеству использования беспилотных летальных аппаратов в шахед. 500, более 500 в вересне. Я хочу напомнить, что за 6 месяцев упаливания сезона на Волголоку 23-го года было рекордной против Украины более 1000 БПЛА шахедов. Это за 6 месяцев. Мы уже имеем 5000 лишь за один месяц. Касательно ракет, в том числе Искандеров, их у россиян немного, а ракета стоит миллионы. Поэтому просто так, без тщательно спланированной атаки, они их выпускать не будут, говорит Юрий Игнат. Российские военные подробно анализируют данные разведки, прежде чем запустить по территории Украины ракеты «Искандер». В прифронтовых городах есть агентура, которая может координировать нанесение ракетных ударов. Юрий Игнат напомнил, что россияне фактически без проблем прослушивают телефонные разговоры и отслеживают соцсети. Это все читается, поэтому любая информация может быть использована россиянами и используется 100%. Поэтому детализировать, обсуждать по телефону, что и где именно происходит, кто и куда едет, не стоит. Ведь все это будет проанализировано и использовано Россией против Украины, добавил Игнат. Тем временем жители села Гроза Харьковской области не могут оправиться после российского удара. Там похоронили первых погибших в результате ракетной атаки РФ 5 октября. Накануне жители Грозы попрощались с жертвами российской агрессии, с супругами Николаем и Татьяной. Провести в последний путь родителей из-за границы приехала их дочь. Говорит, мама была веселая, душой компании. А еще с утра перед трагедией они говорили по телефону. Пришли на похороны и друзья пары. Владимир говорит, удалось выжить под оккупацией. И сейчас вот так цинично россияне убили его друга и многих односельчан. Российский ракетный удар по силу Гроза будет расследовать ООН. Накануне туда направили рабочую группу. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Денис Браун заявила, что это варварское последствие войны в Украине, когда 20% населения может быть уничтожено за считанные секунды. А пресс-секретарь Белого дома Катрин Жан-Пьер подчеркнула, что удар по Грозе – это еще одно свидетельство необходимости продолжать поддержку Украины перед лицом российской агрессии. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы первыми узнавать все самые главные новости о войне.